Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видео можно оставить, потому что звуки обычно мешают выступающим отключить всем, кроме организатора и выступающего Виктора Панчелюги. А остальные, пожалуйста, отключите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня у нас очень интересный доклад. Я хочу его, как это обычно, предвосхитить некоторыми формальными объявлениями. Во-первых, у нас уже 30 человек, вы все это можете видеть. География очень интересная. У нас есть и люди из Сибири, к сожалению, из Владивостока нет. Но он, по-моему, сейчас переезжает в Томск, поэтому Владивосток у нас отпал. Но зато у нас из Израиля два человека подключились. И там Надеждин и Ческис. Вот, Сережа, я тебя вижу, я тебе рукой машу, если ты меня видишь. Так вот. Я тебя тоже увидел. У нас тут сейчас 12 градусов мороза. У вас там, наверное, 25 тепла, я так думаю. Кроме того, из разных других мест, в том числе из Казахстана, с Украины, из Казани и из многих других мест, очень разнообразная такая география нашего вебинара. Это спасибо пандемии. Вот так интересно стала научная жизнь развиваться. О сегодняшнем докладе. Во-первых, о Панчелюге Викторе Анатольевиче хочу пару слов сказать. Во-первых, он человек с очень интересным образованием. Он окончил физфак МГУ. Но кроме физфака он окончил еще несколько ранее еще одно учебное заведение, где получил нестандартное для физиков образование, связанное с конструированием и разработкой систем электроники, скажем так. И систем управления электроникой. Поэтому этот человек обладает такими уникальными возможностями, которые понимает в электронике и в регистрации с одной стороны. И с другой стороны он имеет стандартное физическое образование МГУшное. Кроме этого, у него есть еще одна очень интересная особенность. Он, работая в МГУ, получил в свое время предложение, приглашение от команды Атласа. Атлас – это такая коллаборация ученых, разрабатывающих детекторы для церновских коллайдеров. И он работал в Греции, в Афинах в течение семи лет, с 1997 по 2004 год, где приобрел уникальный опыт, позволяющий ему… По сути дела, он в наш коллектив привносит некоторые знания, некоторый опыт, который он почерпнул, находясь в этой коллаборации. И, ну, он, насколько я понимаю, не разрабатывал для большого адронного коллайдера. Но уже тогда это для других там тоже, так сказать, вот устройств, которые были направлены на регистрацию тяжелых частиц. Но, тем не менее, вот этот опыт церновский и вот этот международный опыт, он очень важен, потому что этот человек вот этот опыт в наш коллектив вносит. И мы сегодня посмотрим, как люди с его знанием и с его опытом относятся к проблеме, которую мы все изучаем. Это проблема, ну, так условно говоря, можно назвать проблемой эфира и проблемой сверхъединичных устройств. Причем вот что интересно. Вы ни разу не услышите сегодня в его докладе ни слова «эфир», ни чего-то похожего. Дело в том, что он очень осторожен, насколько я его знаю, вот в высказывании каких-то научных идей, если они многочисленными, разнообразными опытами не подтверждаются и не изучаются, а какими-то косвенными образами. Поэтому он в этом всегда очень осторожен. Поэтому сегодня мы услышим очень много чего, что нам напоминает об эфире и о сверхъединичности. Но таких вот высказываний прямых он себе обычно не допускает. Конкретно по докладу я бы хотел сказать так, что у него этот доклад, он, ну, скажем так, не совсем физический, а можно сказать, он связан с анализом вероятностных процессов. Вот, у него подход, он не физически обычно модели строит, а строит модели, которые можно назвать вероятностные, вероятностные модели. И вот это, вот это тоже очень важное обстоятельство, потому что вот люди типа меня, например, я склонен, да и большинство из нас, мы склонны сразу начать размышлять. Вот как-то там электрон, как-то он двигается, что-то он там делает. А вот Виктор Анатольевич, он подходит с другой стороны, он анализирует проявление этому, и статистику набирает, и ее анализирует, и из этой статистики приходит к каким-то выводам. Грубо говоря, он говорит, если мы возьмем это, вот это, мы получим это. А что там в середине, в этом темном ящике, про который мы не очень-то хорошо на самом деле знаем, давайте мы пока рассуждать не будем. Вот его подход. И возможно, в этом что-то есть, в таком подходе. Это подход, собственно, вот, видимо, команды такой вот, в которой он когда-то несколько лет, там где-то 15 лет назад работал над детекторами, разработкой детекторов для адронных коллайдеров церновских. И еще два обстоятельства хотел отметить перед началом его доклада. У него, поскольку это доклад, связанный со статистикой, то нужно, очень сильно связанный, то нужно бы аудитории неплохо, ну, хоть что-то понимать по статистике, хоть что-то знать. Вот в теоретической физике, там у Ландау и Лившица, как мы знаем, целый тон толстый есть, который мало кто читал на самом деле. Вот, ну, вот я два обстоятельства оттуда хочу выделить, которые тут важны будут. Я надеюсь, что вот вы про них вспомните и будете на это опираться. Во-первых, временной ряд, понятие временной ряд. По-нашему это, по сути дела, осциллограмма, но это не совсем осциллограмма, потому что она немножко там преобразованная. То есть по одной оси время, а по второй оси, по вертикальной оси, какая-то амплитуда. Вот что такое осциллограмма. Так вот, пончилюга, я его попросил, Виктор нам немножко расскажет, как он строит временной ряд. Для него это очень просто, привычно, стандартно. И он очень удивился, когда я попросил немножко это разжевать, как он готовит временной ряд. И вторая интересная такая статистическая особенность – это преобразование этого временного ряда в так называемое распределение. Когда вот эти вертикальные параметры вдруг становятся горизонтальными. Вот как это все происходит, может быть, Виктор тоже немножко нам чуть-чуть расскажет, напомнит. Потому что, я думаю, не все об этом помнят. По крайней мере, те, кто не работает с осциллографами много, могут этого не знать, не помнить толком. И еще одна вещь, может быть, тоже хочется сказать. Вот у него есть водная ячейка, такое понятие. И он тоже о нем так как-то скользь упоминает. Это была такая идея в свое время о том, что если в воде прикладывать напряжение к паре электродов, то она там с какой-то вероятностью разлагается, а потом опять это можно сжигать, например, это образовавшийся водород при таком разложении воды, и получать энергию назад. И вот эта штука называется водная ячейка. Вот он ее тоже будет исследовать. Ну вот эти такие напоминания какие-то, простите, что я занял уже почти 10 минут. И сейчас я предоставляю слово докладчику Виктору Анатольевичу Панчелеву. Виктор, вашу презентацию, пожалуйста. Хорошо. Еще раз здравствуйте. На мой взгляд, мой сегодняшний доклад немножко нетрадиционный для этого семинара, хотя я раньше рассказывал в рамках конференции про наши работы по периодам скорости радиоактивного распада. И Юрий Николаевич Бажутов даже какое-то время на это смотрел с определенным вниманием. Ну и идея первоначального сближения, и почему нам интересен этот семинар и это направление, может быть, мы немножко интересны, тем, что мы исследуем периоды, как правило, фуктуация скорости радиоактивного распада. То есть здесь есть два направления. Люди, которые исследуют вариации скорости радиоактивного распада. То есть под этим имеется в виду, что вот если вы возьмете кривую радиоактивного распада, выражаемую экспоненциальным законом снижения интенсивности, и возьмете, скажем, построите теоретическую кривую, вычтите ее из экспериментального временного ряда, соответствующим образом усредненного я вот это как раз подчеркиваю, то вот эта разность, она содержит некоторые периоды. И еще, может быть, лет 10 назад такая деятельность являлась даже несколько такой маргинальной с точки зрения некоторых. Но вот это последнее десятилетие здесь ситуация кардинально изменилась, и сейчас, я бы сказал, наблюдается такой лавинообразный рост числа публикаций в этой области, причем в самых таких топовых физических журналах. Ну, наше основное направление, мы исследуем вот периоды, которые содержатся в флуктуациях. То есть, с одной стороны, радиоактивность часто используется как некий эталон случайности. То есть, есть приложения, например, где нужны случайные числа, любой компьютерный генератор случайных чисел через какое-то время он начинает повторяться, возникают периоды, вот чисто связанные с конечностью представления числа в компьютере. А вот в то же время считается, что вот такой природный ряд, то есть, когда вы берете радиоактивный изотоп и измеряете его флуктуации, флуктуации его активности, то есть, считаете за какой-то промежуток времени число распадов, допустим, за одну секунду, как это делаем мы, и получаете число. И вот последовательность таких чисел традиционно считается, ну, вот некий эталон случайности. То есть, вот лучшее, что можно придумать с генераторами случайных чисел. Вот мы работали с такими временными рядами и разработали определенные методы их анализа. Ну, вот там, наверное, вся эта сложность содержится, о которой говорил Валерий Николаевич. Сегодня я о каких-то очень сложных методах анализа говорить не буду. И вот там нам удалось найти периоды и, ну, целый такой, ну, большое количество очень интересных результатов с этим связаны. Но сегодня я буду говорить немножко о другом. Я буду говорить о попытках влияния на процесс радиоактивного распада, который мы так вот в то или иное время предпринимали. И влияния эти, они как раз низкоэнергетические. И вот именно вот это, наверное, ну, как и периоды, так и вот эти влияния, мне кажется, сближают вот то, что делаем мы. И, ну, как бы маленькая часть, от чего будет рассказано сегодня. И то, что традиционно звучит на этом семинаре, на конференции. Потому что радиоактивный распад, ну, можно рассматривать как некую такую самопроизвольно протекающую ядерную реакцию. И оказывается, что вот этот процесс, будучи, ну, фактически экранирован от всяких внешних условий, мы стараемся максимально аккуратно работать. Если какие-то там температурные изменения мы термостатируем, экранируем. И вот в таких максимально защищенных условиях прописанные временные ряды, тем не менее, содержат целый набор периодов. И, соответственно, вот те методы, которые сегодня будут, они тоже являются, ну, практически, не сказать, что безэнергетическими. То есть, очевидно, вот какой-то тип воздействия все же имеет место, но это воздействие не электромагнитное. То есть, мы старались вот это всячески исключить. Но при этом вот мы его регистрировали. То есть, мы пытаемся осуществить вот такое заранее запрограммированное, предзаданное воздействие и найти его во временных рядах. Я расскажу о двух группах работ. Вот они все связаны с вращением, и, возможно, это их как-то очень объединяет. То есть, не чисто так семантически, что вращение там и там, а вот по какой-то физической сути. Первая серия экспериментов, она была связана с влиянием массивного быстро вращающегося тела вот на фулктуации скорости радиоактивного распада. Вот в качестве такого тела использовалась достаточно мощная центрифуга. Ну, фотография оригинальной центрифуги не сохранилась, но это вот она же, но не наша. То есть, наша там была, не знаю, по-другому окрашена, я просто взял в интернете. Она состоит внутри, я, не нашел фотографии, из такой крестовины, очень массивной. То есть, это все весит, наверное, сотни килограмм. Вот, и на которые навешивается 4 стакана объемом 2 литра. Вот у нас мы использовали 2 стакана, заполненные водой, то есть, дополнительно. И все это раскручивается, ну, чтобы как-то ощутить процесс. То есть, это центрифуга с, так называемым, с холодильником. И вот, если этот холодильник не включить, то температура просто за счет перемешивания вот этими стаканами и ротором воздуха внутри, повышается настолько, что может расплавить там какие-то пластмассовые элементы. То есть, ну, очень могучая вещь, и когда там полторы тысячи же стоять рядом с ней, так это чувствуешь. Вот, это то, что было в качестве источника воздействия. Вот здесь, с правой стороны, показана схема эксперимента. Это вот эта центрифуга с этими стаканами. И использовалось 2 установки по измерению скорости радиоактивного распада с коллиматорами, которые позволяли выделить пучок частиц, которые летят в определенном направлении. То есть, ну, обычно коллиматоры используются для того, чтобы как-то подрегулировать интенсивность пучка, то есть, изменяя отверстия. Но вот в наших исследованиях были специальные источники, в которых использовались именно коллиматоры. То есть, этот источник, он состоял из, как бы, нескольких десятков таких лунок, ну, по сути, отверстий, вот такие каналы миллиметровые, где-то глубиной порядка сантиметра. И вот на донышке каждого было некоторое количество радиоактивного изотопа. И, следовательно, вот когда частица улетает, то на детектор попадали только те, которые летят в определенном направлении. То есть, мы, ну, здесь вот условно, естественно, некоторое воздействие от центрифуги. И вот один был направлен вдоль оси, второй, ну, в плоскости вращения. Ну, и теперь немножко, вот, собственно, об обработке. И здесь использовался вот специальный метод для анализа вот таких шумоподобных временных рядов, то есть, вот тех временных рядов, которые с точки зрения всего человечества просто шум. И он, ну, это метод, который использовал и, по сути, разработал Симонович Шнольк. Так называемый гистограммный метод. То есть, временной ряд, ну, временной ряд, он состоит из последовательных односекундных измерений числа распада. То есть, у нас есть счетчик, который регистрирует число распада от вот этого источника коллимированного. И он считает их в течение одной секунды. Вот сколько он насчитал, после этого записывает в память компьютера, считает следующая секунда. И, по сути, вот, каждая точка – это односекундное измерение, и последовательность таких измерений, она составляет временной ряд. Этот временной ряд разбивается на такие последовательные, непересекающиеся отрезки. Ну, обычно используется 60 точек, то есть, одноминутные отрезки. И на, вот здесь это проиллюстрировано, и на основе каждого такого отрезочка строится гистограмма. Ну, гистограмма, ну, наверное, тут все понимают, что это такое. Но, и идея в следующем, так как радиоактивный распад, это, по сути, выражается натуральным числом, результат измерения, то, и вот на этом отрезочке все эти числа, они находятся между каким-то минимальным и максимальным значением, а гистограмма строится следующим образом. Вы берете, допустим, минимальное значение, ну, например, там, условно, 80 распадов, и смотрите, сколько у вас 80, вот это значение встретилось вот в этом отрезке временного ряда. Ну, допустим, там, два раза. Вот по оси ординат откладываете отрезочек 2, дальше берете 81, и, допустим, там, до 120, это максимальное значение. Вот для каждого такого значения вы считаете, сколько было, если нисколько не было, значит, будет 0, и получается вот такая гистограмма, которая, ну, мы их иногда называем там спектр амплитуд флоктуации, хотя это, конечно, не совсем корректно, но показывает, сколько флоктуаций данной амплитуды встретилось, то есть сколько у вас, там, скажем, распадов таких-то или иных. Эти гистограммы, они, понятное дело, очень изрезанные, тут встречаются нулевые значения, и дальше для того, чтобы с ними было как-то удобно работать, они сглаживаются несколько раз скользящим средним, но обычно окно берется там 4 точки, вот, как правило, и тогда получаются вот такие уже сглаженные гистограммы, для которых вот возникает понятие формы, и, по сути, исходный временной ряд, он параметризуется, превращается в последовательность таких гистограмм. Ну, и вот некоторые важные замечания, что вот этот гистограммный метод, он является локальным, что это означает, что если вы там будете брать, ну, понятно, вот это окошко очень маленьким, то у вас, по сути, формы не появляются, то есть есть там 3, 5, 10, 15 точек для того, чтобы получить гистограмму с какой-то формой, этого мало, то есть нужно, ну, хотя бы там точек 30, ну, вот мы берем 60. С другой стороны, если вы будете брать там где-нибудь больше 100-200 точек, то уже вот в этих формах гистограмм начинает проявляться форма вот генерального распределения, то есть это, ну, иногда гистограммы называют распределениями, но нужно обязательно говорить, что это выборочное распределение, потому что, собственно, это не является функцией распределения, для вот таких гистограмм она не существует, но вот когда вы берете достаточно большое число точек, ну, то есть большое, это уже там, ну, там 150-200, и это уже начинает работать. Тогда у вас все гистограммы становятся похожи между собой, и этот метод, он, ну, понятное дело, что никакого результата не дает. То есть здесь вот этот метод, он так устроен, что он принципиально работает вот с короткими отрезочками, ну, вот это именно метод локального анализа, потому что обычно то, что всем привычно, это мы берем вот весь временной ряд, и чем дольше, тем лучше, строим функцию распределения, получаем пуассон, ну, легалус, и вот по ним делаем какие-то заключения. Здесь строится именно по коротким отрезкам, то есть оно должно быть не меньше чем и не больше чем. Вот, ну, и следующий шаг, уже вот такие параметризованные временные ряды, каждая гистограмма сравнится со всеми остальными. Ну, допустим, первая со всеми остальными, вторая со всеми остальными. В том случае, если эксперт находит, что они похожи и не в форму похожи, то есть вот для этих моментов времени флуктуации, они выпали одни и те же флуктуации в среднем. Ну, вот здесь внизу показаны примеры похожих гистограмм, что имеется в виду под совпадением, именно подобием, то есть речь не идет о точном совпадении, а именно о подобии. Тогда, вот если находится такая пара подобных гистограмм, то временной интервал, то есть интервал времени, разделяющий вот эти гистограммы, то есть отрезки временного ряда, на основе которых построены эти гистограммы, то есть величина вот этого временного интервала, их разделяющая, входит вот в результирующее распределение интервалов с весом равным единице. То есть вот здесь мы ставим, добавляем единичку в этот столбик. Ну, если не похоже, ну, ноль, ничего не уходит. Ну, и вот после того, как вы сравнили все со всеми, вы находите, что вот в каких-то местах их почему-то больше похожих, разделенных каким-то интервалом, других их меньше. Ну, и вот с правой стороны, ну, то есть вот здесь показано именно для этого примера номера, а здесь уже реальное распределение интервалов, которое было получено в одном из экспериментов. Суточный период, так называемая ближняя зона. Не буду на этом останавливаться, но обычно это, ну, десятки тысяч, иногда сотни тысяч вот таких сравнений производится, и тогда строится подобное распределение. То есть число вот подобных пар, оно очень невелико. То есть это, ну, там, ну, процентов пять, а остальные, они чуть не похожи. Ну, вот это тот метод, с помощью которого обрабатывались экспериментальные данные, а дальше, по сути, модель того, чего мы ожидали. То есть идея была такая, что мы крутим нашу центрифугу в течение пяти минут, а после этого мы ее выключаем, ну, и дальше все повторяется, то есть с периодом 10 минут. Ну, в предположении, что вот есть какое-то воздействие, которое, ну, понятно, что это совершенно идеализированное представление, оно будет обуславливать некую форму гистограмм, то есть вот в моменты воздействия, если предположить, что они похожи между собой, тогда вот используя вот ту методику, о которой речь на предыдущем слаге, мы должны были получить вот такое распределение. Ну, еще раз подчеркиваю, это некий идеальный случай. Вот. Ну, это то, что ожидалось в эксперименте. То есть это должна была быть такая вот гребенка пиков с периодом между ними равным 10 минутам, то есть вот с тем же периодом, с которым осуществлялась вот работающая центрифуга остановлена. Ну, вот здесь уже результаты эксперимента, то есть это просто пример временного ряда, который был получен. Ну, это просто качественный временной ряд фуктуации скорости альфа-распада. Вот функция распределения, которая соответствует тому распределению, которое должно получаться по теории. А вот это уже распределение интервалов для вот канала, в котором частицы, ну, как бы вылетает ортогонально плоскостью вращения центрифуги. Ну, вот здесь для напоминания картинкой из предыдущего слайда то, что должно было получиться. Ну, и видно, что, да, действительно, вот получились некие такие пики, ну, как и положено, не столь идеальные, как это ожидалось. Вот, но на самом деле, хотя форма, вот, которая должна была получиться, здесь все воспроизвелось, и здесь это спектфурье, вот это распределение интервалов, которые показывают, что вот на какой-то частоте у нас есть такой хорошо выраженный пик. Но неожиданно здесь как раз случилось в том, что вот та модель, которую мы закладывали, результат, который ждали, мы ждали период в 10 минут, а он, значит, очень хорошо получился, но он получился на 5 минут. Вот, для другого канала, ну, здесь вот приведено сравнение, вот, которое сплошная, и темные точки, это то, что на предыдущем слайде было, а вот пустые кружочки и пунктиром, это второй канал, вот для второго канала вот этот результат не воспроизвелся, тут вот есть пик, но именно вот для этой серии, но вот там такого четкого результата для тех, которые летят в плоскости вращения, вот не получалось, ну, то есть, вот по сравнению с этим. Поэтому вот встал вопрос, что же может происходить такого, то есть мы, по сути, получили удвоенный период, то есть не 10 минут, как мы закладывали период повторения, а 5-минутным, то есть на самом деле в течение периода у нас что-то происходило два раза, вот, приблизительно симметрично, потому что, ну, вот там вполне неплохо этот период получился. Ну, и, естественно, первое, что приходило на ум, это то, что у нас работает на самом деле не вращение, как изначально предполагалось, что мы раскрутили центрифугу, вот она вращается и при этом генерируется некое воздействие, которое как-то влияет на этот процесс, а именно моменты разгона и торможения, которые повторяются дважды на периоде. Ну, вот это, то есть вот здесь некая идеализированная картинка, понятно, что очень тяжелая центрифуга, то есть она несколько минут разгоняется, потом какое-то время она крутится с постоянной скоростью, которая задается и после этого выключается и идет выбег. Вот, и ну, это на самом деле очень длительный процесс, то есть он здесь тоже какое-то вращение присутствует. Ну, а вот это уже реальная запись скорости вращения, здесь число оборотов в секунду дано и на нижнем графике производное вот это число оборотов, то есть мы видим, что у нас действительно если мы посмотрим именно изменение скорости, ускорение, то дважды на период, причем вот с хорошей периодичностью это все повторяется, то есть у нас есть очевидно, что работают вот эти именно моменты разгона и торможения, ну, вот мы их назвали режимы с ускорением и основной результат вот этой серии экспериментов, что мы действительно обнаружили влияние на фуктуацию скорости альфа-распада 239-го паутония изотоп использовали, именно моментов разгона и торможения ротора от тяжелой центрифуги К-70 и после этого мы как-то начали смотреть другие работы и обнаружили, что на самом деле ну везде, где речь идет о том, что вот вращение как-то влияет на что-то на самом деле вот работают именно вот эти моменты, которые мы назвали режимы с ускорением и важно, чтобы было или у вас производная частоты вращения по времени не равная нулю, то есть вот для этих участков она нулевая, когда вращается с постоянной скоростью ну или есть ряд работ, когда устраивается несимметричный волчок и у вас производная по пространству меняется все время это тоже оказывает влияние вращение просто вот равномерное оно влияние не оказывает ну здесь вот результат недавних экспериментов но они интересны тем, что мы уж как-то старались избавиться от всего чего можно и здесь вращение массы просто задается тем, что вода течет вот по такому соленоиду и смотрели влияние вот этой системы на поворот торсинда ну торсинд если кто не знает это прибор который ну имя ему дал Пугач киевский астроном и у него большая серия работ с этим прибором ну первая наверное была публикация Беляева в технике молодежи еще в советское время когда ну я буду говорить о нашем то есть есть проводящий симметричный диск сделанный максимально аккуратно чтобы там не было ни перекосов ничего и он висит на мы использовали паутинку иногда использовать вот мононить шелк вот этого шелкопряда но здесь важно на чем он висит то есть у паутины и у этих мононитей у них структура вот этих молекул из которых эта нить состоит она такова что они как бы связаны не не возникает возвращающая сила то есть не будем говорить как они устроены но они устроены таким образом что вот этот диск он может повернуться там скажем 10 тысяч раз вращаться целые сутки в одном направлении после этого остановиться на несколько суток и замереть неподвижно то есть благодаря вот именно вот молекулярной структуре специфической там нет возвращающей силы вот какой-то такой ну по крайней мере заметной благодаря этому эта штука чрезвычайно чувствительна и ну а то что он проводящий и симметричный было сделано специально чтобы как-то вот понятно что там будет какая-то статика накапливаться чтобы это все симметризовалось распределялось ну необходимо сказать что вот вот многих экспериментов которые мы делали эффект заключается в том что мы наблюдаем несколько поворотов то есть не поворот на какой-то угол а именно вот несколько поворотов вокруг своей оси вот и здесь точно так же вот оранжевые линии это момент включения воды и момент выключения видно что прибор обладает некоторой инерционностью специфичной вот в момент включения всегда есть некоторая реакция когда эта вода начинает двигаться момент дальше вот он замирает повернувшись на какой-то угол и и и вот это может длиться довольно долго когда вы выключаете ну вот вот некий аналог вот этих режимов с ускорением если поставить рядом гироскоп будет то же самое наблюдаться причем вот число оборотов там может быть очень значительное в момент когда у вас гироскоп обычно выходит на режим это может занимать до десятка минут ну смотря какой гироскоп вот у вас этот десяток минут он будет вращаться дальше ну благодаря своей инерционности тоже какое-то вращение сохраняется после того как гироскоп вышел на режим он останавливается и будет стоять пока вы его не выключите он начнет вращаться в другую сторону то есть вот эти режимы с ускорением они действительно наблюдаются и я хотел бы упомянуть работах Валерия Николаевича Смирнова на мой взгляд совершенно замечательные они привлекли наше внимание именно тем что он по сути использовал эти режимы с ускорением как мы их назвали в качестве детектора вот каких-то внешних воздействий обычно у него всегда шла речь о как бы влиянии каких-то удаленных астрофизических объектов как связанных солнечная система это в первую очередь луна солнце планеты в основном внутренние планеты у него так и вот некоторых удаленных объектов значит у него ну вот это одна из установок которая он работал в мифе и у него вот эти режимы с ускорением создавались искусственно то есть у него использовался некий волчок вот здесь вот он латунный волчок показан и в течение периода обычно где-то 20-30 минут то есть разгонный мотор вот он его вращает в одну сторону и в течение какого-то время напряжение на как бы на клеммах этого мотора мотор постоянного тока инвертируется и он получается некий такой тормозящий импульс то есть короткое время он понятно что за счет инерции он все равно проворачивается но происходит некое такое резкое торможение дальше опять разгон торможение разгон вот в этой системе создавалось вот такой режим и оказалось что идея у него как он сам рассказывал пошла от экспериментов Козырева с гироскопами где тот наблюдал что вот эти вращающиеся его волчки время от времени вот как раз к определенным астрономическим событиям чувствительно но иногда эта чувствительность почему-то пропадала у него возникла идея что чувствительность связана именно вот с таким режимом то есть вырабатывается подшипник и возникает подтормаживание на периоде вот когда подтормаживания нет все нормально нет и чувствительности есть подтормаживание это чувствует но и он искусственно создал это подтормаживание и получил действительно очень устойчивое воспроизведение у него огромное число вот таких регистраций самых различных ну есть статья на эту тему если кому интересно ну и не одна на самом деле вот но здесь вот мы видим что эти режимы с ускорением они чувствуют вот какое-то внешнее воздействие которое возможно имеет ту же природу которая вот влияет на наш радиоактивный распад но здесь можно упомянуть еще опыты мельника и они наверное общеизвестно здесь тоже использовалось влияние вращения на радиоактивный распад я не буду останавливаться и перейду ко второй части где использовалась другая система здесь история этих работ началась ну не запланированно в каком-то смысле то есть ко мне пришел человек вот с прибором который показан здесь ну это как бы сам блок электроники это излучатель ну еще там есть источник питания но вот в розетку там ничего интересного и так как я занимался влияниями различных там сверхслабых факторов на биологические системы и он значит пришел в надежде что я объясню его результаты а результаты были такие что вот эта система она оказывает очень очень заметное очень как бы ну можно сказать сильное биологическое действие чем биологическое действие которое ну вот какими-то другими способами добиться не удавалось то есть там ну там будут слайд где перечислены ряд результатов ну и поначалу было вообще совершенно непонятно что это такое но так как в тот момент я писал фуктуации вот в этих водных ячейках ну совсем для других целей ну вот фуктуация это одна из наших как бы постоянных тем исследований поэтому вот мы всегда какие-нибудь фуктуации пишем ну и мы направили этот излучатель на такую водную ячейку вот и получили вот такой отклик то есть отклик ну просто ошеломляюще большой и это как-то зацепило и мы начали этим заниматься ну со временем заглянули что здесь стоит и стало понятно что ну по сути это излучатель генератора Акимова ну или по сути сам генератор Акимова ну вот здесь он в разобранном виде ну как бы это цилиндрический конденсатор здесь не очень хорошо видно но вот одна обложка обкладка вторая между ними кольцевой магнит и сверху здесь вот были еще вот эти конуса вот как-то эти конуса на наш взгляд ни на что не влияли и со временем мы от всего этого отказались ну чтобы подчеркнуть что вот мы все-таки используем не чисто генератор Акимова вот ну а по сути вот цилиндрический конденсатор и магнит ну вот мы это назвали там п-звучателем или п-генератором п-от слово ну вектор пойтинга то есть идея была такая вот к этим я вернусь еще дальше но здесь я пролистаю просто очень много чего мы делали смотрели ну вот там экранирование было самое различное то есть ну вот один из экранов латунная очень такая с толстыми стенками специально это все делали но здесь экран который еще включает вакуумную оболочку вот ну это одна из установок которые использовались ну вот эксперименты то есть вот здесь сами звучат или заэкранированный здесь вот какой-то система на которой оказывается влияние и регистрирующая аппаратура то есть выход уже в цифровом виде через этот самый USB соединение вот и иногда вот объект помещался между вот излучателем и регистрирующей часть но необходимо сказать что вот такое экранирование оно на самом деле очень мало что меняло то есть мы наблюдали все равно изменения вот этих фруктуаций и после того как мы с этим очень долго поработали ну ладно об этом чуть дальше ну традиционно вот о таких устройствах то есть ну то что мы назвали по генератору иногда это называют генератор тама вот ну по сути и малый генератор Акимова основное в них то что есть цилиндрический конденсатор между обкладками которого присутствует магнитное поле которое показано здесь вот точечками и парадокс этой системы состоит в том что чисто формально такая статическая подчеркиваю конфигурация полей приводит к тому что формально у вас вектор хойтинга циркулирует по некоторым замкнутым путям и ну вот этот некий парадокс он если посмотреть учебники по электродинамике вот конца там 19 начала 20 века то есть еще довоенная как правило вот эта задача там всегда поднимается на нее обращается внимание и высказывается ну то или иное суждение ну как правило суждение состоит в том что ну никаких эффектов это не должно вызывать потому что ну вроде статическая конфигурация ну вот здесь приведено как бы высказание из учебника там нужно брать именно ранее из его издания потом этот параграф был удален из этого учебника но вот там считают что в момент когда вот эта конфигурация создается ну или исчезает то есть вот именно этот момент мы можем наблюдать вот некоторые действия и на самом деле ну там считают механическое действие и такое механическое действие было наблюдалось причем ну вот все публикации они были как раз в нейче напечатаны то есть если посмотреть вот историю этой задачи то она ну скажем так очень сильно контрастирует вот с тем отношением ну вот торсионным исследованиям вот с этим генератором которые как-то сложились в нашем отечестве то есть на самом деле в общем задача присутствует в очень респектабельных книгах и вот в крайне респектабельных журналах о ней писалось но это некоторое лирическое отступление то есть предполагается что в этом случае может генерироваться может возникать не только вот некое механическое действие но и некоторое дистанционное воздействие вот этой системы на какую-то другую то есть систему чему и было посвящено дальнейшее исследование ну вот здесь те биологические эффекты которые вот были обнаружены ну именно вот в наших работах и которые на самом деле до сих пор крайне интересны ну вот протекторный эффект связанный с опухолями влияет на скорость роста микроорганизмов бифидобактерий причем вот в некоторых случаях там сотни процентов то есть крайне сильное вот влияние было свободно текущий ритм двигательной активности лабораторных животных но вот необходимо отметить что вот этот ритм но больше ничем вот не сдвигается то есть вот мы не знаем чем нибудь кроме этого генератора как воспроизвести вот уровень глюкозы причем вот здесь интересно то что эффект зависит от полярности то есть если в одну сторону вращается одно наблюдается в другое другое ну вот изменяет двигательную активность остальное там мишень ну и несколько технических деталей то есть вот формы напряжения которые использовались здесь частота повторения была 13 кГц но форма нелинейная и поэтому вот когда стало понятно что за этим стоят действительно воспроизводимые интересные аспекты мы организовали измерения в безэховой камере то есть было интересно ну потому что это что называется на клеммах то что подается на излучатель а здесь было интересно а что же в точке приема поэтому необходимо было безэховая камера вот удалось найти очень хорошего качества ну вот это спектры там до 2,5 гигагерц смотрели синяя это когда без излучателя работает только электроника красная когда работает все но это логарифмический масштаб плохо видно вот в обычном масштабе и здесь вот синяя это когда именно на этом графике у нас когда подключенный излучатель красная это без излучателя зелененький это шум безэховой камеры ну то есть видно что он очень очень маленький ну как положено он есть вот и ну в принципе вот это излучение оно где-то в основном повторяет вот вот этот спектр который выдает электроника ну что и следовало ожидать вот ну вот за счет нелинейности то здесь вот основная частота ее гармоника ну и присутствуют еще какие-то пики ну и и дальше вот то что касается уже влияние на альфа распад то есть как был эксперимент но вот собственно аппаратура которая использовалась здесь это не эксперимент это просто вот вот этот ну излучатель он просто показывает место на которое направлен то есть работал вот этот излучатель а это экран который заключены полупроводниковые детекторы и радиоактивный изотоп вот 239 плутоний то есть специально снята крышка ну и и расстояние вот от верха крышки до изотопа и детекторы расстояние между детекторами изотопом там ну в пределах это 0,5 1 миллиметр то есть они очень максимально близко расположены друг к другу вот вот расстояние от этого излучателя ну там порядка где-то трех сантиметров ну и в ходе эксперимента вот положение не менялось он всегда при одном и том же положении ну а эксперимент ну здесь показан временной ряд вот как он выглядит то есть вот этот момент когда включенный звучатель повторяет предыдущую картинку но видно что на глаз здесь ничего не заметно но здесь усреднены по некоторому отрезку среднеквадратичное значение но что-то можно пытаться но на самом деле это это все в общем-то не особо значимо по одному измерению но схема измерений была похожа на то что вот в предыдущем эксперименте то есть в течение часа вот эти желтые столбики это когда включен вот этот излучатель а потом он выключается на час ну и так в течение значит здесь 8 включений 8 выключений но обычно мы это все программировали систему так чтобы она в какое-то ночное время работала так как ну вот там биологические эффекты но не хотелось чтобы влияло еще на что-то кроме радиоактивного распада ну и ожидание было такое же что мы обнаружим какую-то разницу между моментами воздействия и моменты когда генератор выключен и когда мы обработали данные вот обрабатывали мы здесь следующим образом то есть мы этот временной ряд разделили вот эти участки то есть мы четко фиксировали эти моменты специально система была так устроена что мы можем точно сказать что вот он начался когда и для моментов когда генератор был выключен то есть который между столбиками строилось распределение ну по тому же принципу что и гистограммы о которых я говорил выше но просто отличие от тех гистограмм здесь не 60 точек а здесь ну как бы тысячи точек вот поэтому здесь можно говорить о распределении видно что она достаточно гладкая и была надежда что эти распределения как-то ну будут отличаться но оказалось что вот здесь видно вот синим и красным что они с очень высокой точностью совпадают моменты воздействия и моменты без воздействия ну а методика которую вот мы придерживаемся в работе с этим генератором то есть вот то возрастание фуктуаций о котором я говорил в начале которое послужило каким-то побудительным наверное мотивом стимулом для продолжения этих работ когда мы увидели что эти фуктуации так сильно вдруг возросли под действием этого генератора в конце концов стало понятно что это все-таки электромагнитные эффекты вот и на самом деле вот подобного рода эффекты с этим генератором они описаны наверное в большинстве в большей части работ в этой области ну и на самом деле вот нам это было не очень интересно наверняка там что-то можно находить и это стоит внимания но это отдельная история мы мы искали вот какой-то эффект который все-таки не связан чисто с электромагнитной наводкой и поэтому вот то что мы искали если есть какая-то разница между правым и левым вращением вектора пойтинга то есть понятно что вот электромагнитный звучатель он устроен таким образом что независимо от того куда вращается тетр путинга у вас наводка электромагнитная она будет приблизительно одна и та же вот но если что-то есть помимо этой наводки тогда вот вот это вот это что-то оно как раз и интересно мы видели вот такую разницу на биологических эффектах но вот уже упоминалось например там по-разному влияет там на уровень глюкозы там какие-то другие биологические параметры именно левое и правое вращение вот и вот именно разница между левым и правым мы и рассматриваем как некий стоящий внимания эффект в первую очередь поэтому одна серия экспериментов это несколько месяцев продолжалось вот такие измерения это суммарное распределение вот для ну ин это ну просто прилип некий термин это вращение противочасовой стрелки это по часовой стрелке то есть при вращении противочасовой стрелки у нас по сути распределение то же самое как и с невозмущенным радиоактивным распадом а вот которые по часовой стрелке видно что вот распределение оно немножко уехало при этом опять же сохраняется вот очень хорошее совпадение между опытом и контролем ну то есть здесь больше десятка вот таких записей для каждого распределения это очень длинные временные ряды поэтому распределение достаточно с хорошей точностью построено ну и так как я сказал что это все измерялось достаточно длинное время то было ну некоторое опасение что может быть какой-то фактор внешней среды если это в течение нескольких месяцев делаешь какие-то геофизические условия меняются среднесуточная температура вот какие-то такие вещи поэтому в качестве контроля был взят эксперимент в котором система была предоставлена сама себе несколько недель совпала с какой-то командировкой ну и вот она сама там писала и она устроена таким образом что через неделю приходит та же дата то же время она обратно все включает и начинает работать и поэтому здесь было просмотрено вот участок до момента включения это а ну вот он по амплитуде меньше просто ну из-за того что ну вот я говорю что мы обычно программировали это на какое-нибудь ночное время уходя с работы включали но и вот этот участок он по длине короче чем экспериментальный поэтому число измерений меньше амплитуда меньше нам важен именно пик то есть это установка которая еще не работала вот дальше это вот отрезки опыт контроль то есть это вращение по часовой стрелке и и видно что здесь вот пик он уехал в ту же сторону как и в этом усредненном вот а а дальше вот прошло достаточно длинное время по-моему там 38 часов но больше суток и взят по длине такой же участок как для красного распределения но понятно что уже все было выключено эти 38 часов и построено распределение ну то есть это там в течение где-то двух суток это все измерялось но здесь вот если были какие-то сезонные эффекты то они ну при разносе там в несколько месяцев они могли быть заметны здесь мы считаем что вот они будут пренебрежимо малыми ну и в общем-то картина воспроизвелась вот ну это исследование мы собираемся продолжать еще и дальше потому что результат действительно очень интересный и ну вот изменение скорости распада здесь порядка двух процентов наблюдалось но вот к чему мы приходим то что получается что вот существуют некоторые последействия после того как мы выключаем вот этот генератор то есть ну вот в случае вращения против часовой стрелки вот эти но мы практически не видим здесь какого-то влияния это совпадает с невозмущенным радиоактивным распадом ну вот здесь это то есть вот до включения вот он совершенно невозмущенный но это вот там через сутки с лишним после выключения но можно тоже считать невозмущенным вот он остается при вращении вот по часовой стрелке это распределение уезжает и казалось бы что мы мы должны все-таки видеть разницу между этими то есть оно допустим синее должно быть вот здесь а красное нет то есть система ведет себя таким образом как будто вот после выключения этого генератора влияние некоторое остается ну по крайней мере в течение часа вот более точно мы пока это для данной системы сказать не можем но вот для часа точно потому что она совпадает и ну вот это то что называется эффекты последействия такие же эффекты мы обнаружили с водными ячейками ну то есть вот это вот потрясающее увеличение амплитуды фруктуации необходимо сказать что это вот напряжение которое то есть мы эту ячейку использовали не в таком вот обычном электролитическом режиме когда вот здесь какое-то напряжение подается и протекает ток а ячейка ну вот которые подключены только ну электроды регистрирующие аппаратуры то есть мы специально напряжение сюда не подавали и вот эти фруктации они ну как-то нам больше нравятся тем что там вот дрейфы отсутствуют ну это отдельная история но после того как оказалось что это все-таки связано с электромагнитной наводкой вот это вот возрастание мы как я сказал начали смотреть только вот эффекты которые связаны с правым левым вращением и вот в этой ячейке такие эффекты оказались причем ну вот на верхнем рисунке здесь выделяется три области но до после и во время воздействия и после то есть это вот вращение против часовой стрелки внизу по часовой стрелке соответствует вот тому режиму который влияет вот этому который смещает распределение радиоактивного распада и здесь появляется еще одна область вот она обозначена С и ее длительность приблизительно равна ну или сопоставима со временем воздействия и она характеризуется тем что вот в течение этого времени амплитуда фруктуации она приблизительно в два раза уменьшается по сравнению вот с фруктуациями такими невозмущенными ну и с уровнем фруктуации которым она потом возвращается за пределами этой области то есть вот и именно еще тот тот факт что она уменьшается вот это особенно интересно потому что ну если какая-то наводка это всегда ведет к тому что у вас растет амплитуда фруктуации вот если какое-то влияние на аппаратуру то вот оно будет одно и то же и там и в том и другом случае но здесь именно вот и причем вот эти моменты которые работают для радиоактивного распада вот вызывает вот эту область ну вот здесь еще один эксперимент здесь вот как раз вот показано что оно приблизительно в два раза уменьшается вот ну и все это очень хорошо цепляет биологические системы и ну но там все немножко более интересно устроено вот потому что там обычно эффекты они ну вот одним которые можно назвать положительные вот допустим там снижается уровень глюкозы там вязкость крови меняется и обратного знака наоборот вязкость крови увеличивается вот то есть они не не столь однозначны как здесь а здесь вот именно есть некоторое влияние ну вот пожалуй то что я хотел по этому поводу сегодня сказать спасибо большое за внимание Виктор спасибо друзья ну тут уже почти все привыкли если есть какие-то вопросы пожалуйста поднимайте руку для того чтобы поднять руку это значит вот нужно нажать на клавишу участник и у вас там полотенце такое высветится и вы там увидите такую клавишу белое белое полотенце с участниками вы увидите клавишу поднять руку но доклад чрезвычайно вроде бы простой но на самом деле сложный вот и ну и Виктор таким с квантом таким мыслительным очень мощным для большим то вот его изложение оно такое непростое поэтому вопросы должны быть пожалуйста поднимайте руки ну вот мы видим Евдокимов уже поднял руку пожалуйста задавайте свой вопрос у меня вопрос вот по методике эксперимента вот казалось бы вот при изучении исследования влияния вращения на радиоактивный распад лучше бы иметь два источника радиоактивного распада и наблюдать за скоростью и за фруктуациями распада двух этих источников распада вот и наверное более чисто выделить эффект влияния вращения на эти два процесса и второй вопрос у меня вот механическая развязка между вот приводом вращения и вот самим значит радиоактивным материалом у вас нахожусь ну да да ну как я уже сказал у нас было два источника ссылку на нее перечли это 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 не к тебе относится как обычно хорошо понимает что нельзя говорить когда находишься в конференции значит у нас как я уже сказал было два источника сейчас даже а вон оно вот то есть здесь вот показаны на с правой стороны на картиночке два источника которых были по-разному установлены коллиматоры один ортогонально плоскости вращения центрифуги второй в плоскости ну и естественно что у нас постоянно осуществляется мониторинг вот и и постоянно как бы смотрится два канала измерения лежат два разных радиоактивных источника они это разные радиоактивные источники но это один и тот же изотоп но физически это разные ну это вот я как раз про это и говорил да а второй о развязке то есть ну все это находилось где-то на расстоянии полтора метра от вот ротора вращения центрифуги то есть ну вот с этой точки и вот здесь там стояла специальная тележка на которой вот было собрано вся эта регистрирующая радиоактивность аппаратура поэтому ну вот там могут микронные смещения вибрационные виброскорость вибросмещения могут повлиять на степень вот на будем говорить вот на регистрацию звучания но это конечно надо отдельно смотреть но на самом деле если бы такое влияние было оно должно было сказаться на обоих каналах одинаково то есть мы бы получили ну скажем может быть вот те же периоды только ну вот в одном и другом канале то есть если оно вот именно такой природы как вы говорите тогда они должны дать один и тот же результат а у нас вот это оказалось зависит почему-то от направления вылета вот почему пока я затрудняюсь у нас там были какие-то размышления на тему гравитационно-волновые но это все довольно наивно вот но скорее что вот вот эта действующая причина она носит какой-то векторный характер потому что ну есть целая серия вот работ с коллиматорами и там вот показано что направление вылета частиц оно влияет на те периоды которые мы регистрируем спасибо за интересный доклад спасибо 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 Юрию Пархомов задает вопрос Виктор Анатольевич вот а известно ли вам о генераторе Караватина это чудоустройство оно меняет интенсивность флуктуации как в одну сторону уменьшает так и увеличивает при том эффекты наблюдаются такие что их просто на глаз видно но это не только альфа-бета радиоактивность это электрические шумы вот если бы вы привлекли его к своим исследованиям может быть наконец удалось бы раскусить что это за чудо устройство потому что он до сих пор держит в глубоком секрете его устройство и это вообще может быть гениальное изобретение но оно до сих пор не имеет хода ну да Александр Георгиевич я знаю и и ваши работы и его и я читал эту его книжку но у меня тот же вопрос что и у всех потому что вот что у него там под капотом в этом устройстве то есть ну мы мы где-то делаем ну с какой-то все-таки научной целью и поэтому ну чрезвычайно интересно я бы с удовольствием с ним вот что-то поделал но но после того как получен эффект ну хочется чтобы была какая-то пища для дальнейших размышлений может как-то предложить ему подъехать к вам я с ним вроде бы я с ним лично не знаком но я с удовольствием согласен мы мы сейчас вот планируем там целый ряд генераторов вот в продолжении этих опытов готовим и и будем дальше это все делать вот и возможно что это имеет вот какое-то отношение и вот я попытался на эту тему с колочем какое-то обсуждение вот но пока ничего интересного из этого не получилось но у меня вот есть некоторое сомнение в том что вот та схема о которой я сказал и которой вроде все придерживаются вот которые учебники там а конфигурация этих полей то что вот когда у нас есть некий там скажем катушка гельмгольца и цилиндрический конденсатор тогда да это тот случай а вот когда у нас там постоянный магнит то вот у меня некоторое большое сомнение что электрическое поле в этом постоянном магните именно такое как на вот этом рисунке и скорее всего здесь возможно что работают другие механизмы возможно связанные вот с магнитными доменами и вот ротор центрифуги вот эти ускорения возможно тоже идет вот генерация именно за счет того что мы модулируем какие-то микротрещины то же самое мы видим вот первый результат который мы получили когда мы вот разработали специальный метод анализа вот этих шумоподобных временных рядов фуктуации именно локальный фрактальный анализ методом всех сочетаний и когда мы получили некий устойчивый спектр оказалось что он совпадает с периодами собственных колебаний земли со спектром собственных колебаний земли ну то есть этот спектр на настоящий момент ну это порядка полторы тысячи частот он фрактальный это само по себе очень интересно и ну вот где-то несколько десятков которые разрешимы при нашей точности он так сильно загибается вверх в области малых периодов но интересно следующее что вот этот спектр то есть собственное колебание земли они двух типов сфероидальная когда это мячик у вас как бы сжимается с полюсов и тороидальная то есть когда скручивается и то что мы видим и те и другие моды говорит о том что мы видим какую-то причину связанную именно с упругими деформациями то есть здесь точно так же у нас вот горные породы которые понятно там вот все эти микротрещины они постоянно дышат и вот в процессе вот этого у нас могут возникать вот некоторые процессы которые ну вот о них пишет Высоцкий допустим с Корниловым я хотел включить в эту презентацию может быть я зря не сделал один их эксперимент чрезвычайно интересный о том что они сделали следующий опыт там брал ну если рассмотреть эффект Казимира чтобы как-то понятнее было то ну все рассматривают всего Казимира который возникает из-за того что спектр нулевых колебаний внутри между этими пластинами и снаружи он разный за счет этого возникает механическое притяжение но на самом деле вот на мой взгляд самое интересное то что этот спектр разный и любые функционные процессы они вот как бы частично индуцированы вот этими нулевыми колебаниями они на них влияют и поэтому вот источник фуктуации снаружи вот этих пластин в свободном пространстве и внутри он по сути находится ну вот в разных условиях по-разному там процессы должны течь вот эти функционы и они сделали так называемый резонансный поглотитель когда они взяли радиоактивный изотоп поместили его вот в такой же цилиндрический экран из того же материала но не радиоактивного то есть другой изотоп и показали что вот такой резонансный экран он изменяет скорость радиоактивного распада тоже там на 2% то есть просто вот помещая в этот экран и значит убирая резонансный экран оставляя нерезонансный то есть за счет того что у нас меняется вот это спектр этих вакуумных фруктуаций есть целый ряд работ того же Высоцкого есть как-то совершенно с виду не связанные работы итальянцев то есть вот эта школа препарата Гульерми ну препарата Гульерми он больше наверное биофизиком и известен а препарата у него там по плантовой механике работы книжка есть которые рассматривают также как и Высоцкий что в определенных условиях когда вы задаете какие-то граничные условия а это могут быть какие-то микротрещины вот которые постоянно возникают естественно и вот в этих низкоэнергетичных ядерных процессах те же собственные колебания земли допустим процессы метоза то есть когда у Вас клетка разделяется какие-то еще возникают граничные условия которые приводят к тому что вот эти свободные колебания которые не сфазированы благодаря тем граничным условиям они фазируются и там могут возникать вот такие большие фруктации энергии которые способны приводить вообще-то даже к ядерно-физическим эффектам поэтому может быть вот то что мы видим оно как-то связано с механическими напряжениями допустим вот в этом роторе но это как одна из идей то есть все эти микротрещины мы начинаем их модулировать именно в момент когда идет разгон торможения идет изменение всего этого но может спасибо Виктор но развернут на простой вопрос очень развернуто ответил Дмитрий Баранов задает вопрос у меня вопрос связан с тем что какое-то странное впечатление возникает после прослушивания вот такого обширного доклада про разные опыты и создается впечатление что нет объекта исследования непонятно что вы исследуете то ли вы исследуете ну другие люди какой-нибудь ахатрин он исследовал микролептоны он даже это называл Акимов там арсионные поля и он исследовал делал всякие исследования а вы как-то не хотите ничего называть что вы исследуете вот вопрос вы это специально скрываете или вы просто еще не можете придумать что вы исследовали нет мы не скрываем основной наш объект исследования это фуктуации мы это не скрываем фуктуации чего ну вот здесь шла речь о фуктуациях скорости радиоактивного распада но это надо делать отдельный доклад чтобы как-то это проиллюстрировать дело в том что как я уже говорил когда мы обнаружили вот этот спектр в альфа распаде периодов потом мы там оказалось совпадает с собственными колебаниями земли и сейчас у нас там есть на эту тему статьи обзоры то есть вот в этот обзор допустим когда мы собрали работы самых разных авторов разные методы разные объекты но их объединяло только то что люди исследуют фуктуации той или иной природы и находят какие-то периоды оказалось что те периоды которые они находят они почему-то очень хорошо легли все в этот спектр ну то есть это наверное на некотором другом уже методическом уровне повторение результата Симона Ильича Шноля который говорил об универсальности вот этих его эффектов которые он находил исследуя феномен макроскопической фуктуации то есть есть действительно вот некоторые универсальные эффекты которые в фуктуациях я именно подчеркиваю в фуктуациях процессов самой разной природы вот себя обнаруживают причем вот у нас какие-то последние работы мы для ряда астрофизических систем это находим то есть ну тут тут находим а кто это отвечает вы не хотите говорить можно еще кто отвечает за фуктуации в разных в разных экспериментах в разных условиях а за фуктуации а не фуктуации это собственная фуктуация то есть ну на самом деле вы наверное не сможете предложить процесса который не фуктуирует то есть если вы даже какой-нибудь там ультрастабильный ток начнете мерить со все возрастающей точностью то вы в какой-то момент обнаружите что он все-таки фуктуирует то есть любой процесс вот это мы называем собственной фуктуацией то есть мы стараемся вытащить именно те фуктуации которые присущи вот какой-то системе то есть радиоактивный распад альфа распада особенно в этом смысле очень удобный источник потому что ну вот какие-то тривиальные лабораторные вещи на него не влияют если у вас все в порядке с аппаратурой вы получаете ряд которые значит там совершенно ну будем считать чистые от этих влияний вот например последнее время мы очень много исследуем фуктуации биологических системах это фуктуация температуры вот ну то есть любые считали что распад он связан с неким космическим фактором когда вот появились радиоактивные распады он так предсказал а потом про это забыли вот вы считаете что это распады связаны с не с космическим фактором а с чем я прослушал фамилию первое вы сказали господин Менделеев когда узнал что он связывал радиоактивный распад с неким космическим фактором ну наверное я с ним частично соглашусь потому что вот тот период который ответ получен спасибо спасибо ответ ответ получен я кстати вот и Дмитрию Баранову говорю и я об этом говорил в своем вступительном слове вот к этому докладу я предупреждал и Дим я и сейчас повторяю что ты не услышишь от вот от Виктора Анатольевича слов эфир просто вот ты из него не выжмешь этого слова или там еще какая-то среда он изучает статистическими методами вероятностными методами вот воздействия и источник воздействия и детектор вот 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 это целая наука а что передает это он не изучает так нет когда вот я упоминал эффект Казимира ну это можно говорить там ну физический вакуум говорят ну слава богу первый раз возникло спасибо нет нет я задает вопрос добрый день во первых спасибо за очень интересный доклад вопрос проводилось ли исследование дистанционного воздействия или так называемой квантовой связанности для этого две водяные ячейки заливается жидкость из одного источника две ячейки разносятся ну метров на сто на километр производится воздействие генератором на одну ячейку и вторая ячейка реагирует синхронным образом нет именно такой эксперимент мы не проводили хотя вот возможно что мы до этого таки дойдем потому что я честно говоря довольно как-то настороженно относился вот и к тому что называют фантом пока вот по сути эксперименты которые я во второй части показывал то есть это вот фантом и есть и мы потом научились его генерировать но опять же с другой системой там старсиндом то есть там действительно мы видим какие-то очень яркие эффекты которые со временем могут просто уйти в нуль из-за того что этот фантом образуется и надо или уйти в другое место или подождать сутки чтобы повторить эксперимент поэтому вот когда вращение ну вот с фантомом мы уже свыклись а вот эти нелокальные это это действительно очень интересно я знаю работы которые вот говорят о том что подобные вещи наблюдали с радиоактивным распадом но с другими системами тоже но мы мы пока именно в такой постановке не делали но это же очень простой эксперимент причем четко если вода из одного источника связь есть Николай не делали ответ получен ясно что вопрос суперинтересный этот самый у них все есть в руках и скорее всего они это в ближайшее время сделают ну в какое-то обозримое время Андреев задает вопрос у меня вопрос касается вот и предыдущих тоже ведь в идеологию любого эксперимента с вращением подразумевается что альфа распад в ядре альфа активном существуют какие-то вращательные движения накладывая внешние вращения на систему мы молчаливо предполагаем аддитивность этих вращений влево вправо и так далее и так далее тут конечно был вопрос об агенте который переносит это вращение но уже вопрос был задан поэтому я второй вопрос задаю ведь у вас великолепная методика выявления корреляции но если учесть что разница частот вращений вашей установки и характерных там скажем времен жизни ядерных это между ними 20 порядков поэтому вопрос заключается в следующем для того чтобы более ярко визуализировать эффект воздействия есть два пути либо уменьшить время жизни то есть скорость радиоактивного распада на 4-5 порядков а такие объекты ядерные есть либо второй на 5 там 4-5-6 порядков увеличить частоту вращения если предположить аддитивность то наверное вопрос задайте без выступления вопрос четкий короткий вопрос задайте планирует ли автор поменять частоты воздействия и характерные частоты радиоактивного распада ну здесь если я вас правильно понимаю вы предполагаете что у нас вращается у нас сам источник ну и регистрирующая аппаратура она неподвижна то есть она не вращается вот то есть ну может быть да вот это воздействие оно там обладает каким-то моментом импульса но это первый момент не вращается второй момент что касается вот этих ядерных частот ну там скажем там вот циклотронные арморовые частоты это они не такие высокие это там смотря как вы настроите поле ну по крайней мере в звуковом диапазоне то есть они могут быть действительно соизмеримы с частотой вращения центрифуги их не надо увеличивать попытка вот как-то влиять вот именно на этих частотах ну мы пытались но вот пока чего-то такого заметного не обнаружили вот хотя ну тут тут есть работы и если вот какую-то такую уже очень специфическую какую-нибудь спектроскопию то есть контролировать именно какие-то вот там внутриатомные параметры тогда вот по-моему у меня встречались статьи где вот это сделано но в том чтобы изменить как-то параметры радиоактивного распада вот те которые мы меряем там скорость или как-то картину фуктуации ну пока пока не удалось мы пытались на вот этих Виктор ответ получен ну я просто как я понимаю вопрос значит Евгения он состоит в том что ядерные частоты там 10-22 и выше вот а там какие-то центрифуги ну я просто хочу сказать что тут Баранов пытался этот вопрос задать когда мы вращаем центрифугу с какой-то скоростью что-то еще возможно вращается с какой-то нам пока еще неизвестной скоростью вот поэтому совпадение такие вот частоты близкие воздействия удивляться этому не стоит так спасибо за ответ вопрос задает Бондаренко добрый вечер Виктор если позволите несколько вопросов они очень связаны по одному потому что я уже понял что очень сложно вот не так много пару вопросов что у нас еще тут 4 человека эти вопросы они как раз для разъяснения значит я правильно понял что между центрифугой и там где проводится измерение есть экран он электромагнитный экран ну по сути таким экраном является корпус центрифуги то есть это вот металлическая оболочка которая то есть специально ну сама аппаратура она тоже как бы обладает ну вот корпус я вам показывал как она все устроена там несколько этих экранов ну какой-то там специальной стенки мы не строили но там вот есть ряд естественных экранов то есть специально вы не делали экран а по какой причине там же ведь электромагнитное излучение нет а я говорю что сам корпус он тоже экран он металлический сама аппаратура тоже вот металлическая но исследования у вас проходили до частот как я слышал два с половиной гигагерца это уже буквально сантиметры не 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 частота вращения центрифуги ну там порядка 50-60 герц я имею ввиду наводки различные они значит спектр широкий имеют не это это я это наверное вы имеете ввиду спектры которые безэховые камеры но мы просто просмотрели есть ли там вот что-нибудь интересное на этих частотах но там вся жизнь именно вот это в том что касается вот этого излучателя там ну основная частота 13 килогерц ну и там гармоники ну да если эти 13 килогерц но имеет крутой фронт то спектр там до гигагерц может идти нет спектр то есть вот спектры которые там реально были то есть мы специально этим озаботились то есть мы могли бы его посчитать просто исходя из на контактах но мы померили именно живой спектр реальный в точке приема который создает эта система и вот я его показывал он то есть там там нет никаких чудес я сейчас перелесну вот он вот то есть вот вот спектр то есть это все вот в области вопрос бандаренко был с тем связан что это сам СВЧ там генерируется как он понимает и почему вы от него не защищались Олег дело в том что у них там этих экранов просто у них же там это извините меня там гамма идет из источника небольшое поэтому сам источник очень сильно заэкранирован в коробке такой лежит и это их стиральные машины тоже в колоссальном экране ну так в кавычках стиральная машина поэтому СВЧ никакого быть там такого не может там в чем-то немного другое второй ваш вопрос и последний можно я тут доотвечу про экранирование то есть на самом деле от высокочастотных вот наводок то есть вот два экрана вот этот медный экран тот тонкий тонкий лист медный по сути фольга вот вот скажем там частоты мобильной связи вот он прекрасно экранирует и вот совершенно гарантированно с этим проблем то нет проблема вот как раз с этими 13 килогерцами это низкочастотное электромагнитное излучение и вот вот такой монстр то есть вот эта коробочка весит там 50 килограмм и еле поднимешь и оно все регистрируется через эти стенки то есть вот эта низкочастотная это очень хитрая штука и ее не так-то просто заэкранировать ну вот действительно вы правильно говорите о том что постоянное поле там магнитное например оно вообще не экранируется ничем ни на эффекте ни на скин эффекте но замечательно экранируется чем сверхпроводящими экранами но он должен быть замкнутый но вот до сверхпроводящего мы не дошли мы это обошли именно методикой то есть мы изначально предположили что это наводка электромагнитная есть вот и мы искали эффекты разного знака зависящие от направления вращения ветра Путинга то есть вот это излучение электромагнитное оно в обоих случаях одинаковое оно не зависит от того куда оно вращается вот и эффекты будут одинаковые но может там есть какая-то маленькая разница а мы видим как бы такие заметно отличающиеся эффекты для разных направлений вращения вектор Путинга то есть вот это наша методическая установка именно если есть для разных вращений разные эффекты то ну вот это что-то интересное можно спросить еще про про специальность такую понять очень сложно ну не просто по крайней мере но вот действительно методически вот эти фронты будут всегда Олег всегда будут фронты куда бы вы не начали электропозитно крутить вот а сдвижка у них происходит вот одного относительно другого то есть они именно вот методикой избавились от этих возможных возможных низкочастотных электрональных возмущений не ну вот сигнал тут нет каких-то резких фронтов то есть вот этот его спектр он совершенно честный это это вот то что прилетает в точку приема то есть тут Олег второй вопрос ваш это по поводу я правильно понял что у вас не корреляционный метод измерения известный или все-таки корреляционный нет мы нет ну я говорил о двух экспериментах если вот об этом то то здесь мы просто анализируем функции распределения результирующие суммарные построенные по многим экспериментам все это можно получить используя вот в астрофизике в астрономии давно уже используется метод функции корреляции который основан на чем что шум сам на себя значит коррелирует но стоит только сдвинуть во времени два канала берется и один канал мы сдвигаем во времени причем можем менять широких спектрах и мы можем выделять из этого шума слабейшие сигналы и вот как пример там в 80-х годах свеча которая была ну как бы так теоретически была измерена на орбите Плутона то есть где-то там далеко свечка была измерена ну как там как раз брали куски значит либо магнитофонный метод когда записывается определенный там сигнал ну в виде там АЦП и так дальше а может непосредственно прям брать выборки и собственно два канала дальше они перемножаются и стоит интегратор и фактически там вылезает со временем все как в блоках выигрываем вы задали вопрос ответ был получен а то что вы советуете очень хорошую вещь это не совет авторы это учтут спасибо за вопрос мы знаем все эти методы но здесь все немножко здесь природа вот этих эффектов если выделять эти периоды она немножко отличается от просто вот у вас есть какой-то когерентный слабый источник крайне слабый там в миллионы раз он может быть меньше уровня шума это все вытаскивается да это это известно но здесь эффект он хитрым образом вот в этом шуме размазан у него такая фрактальная природа там когда вы начинаете усреднять вы просто все теряете то есть фракталы они их нельзя усреднять у коррелятора как раз есть несколько методов один из них это периодические сигналы можно увидеть а другой другой метод олег дискуссия уже у нас нет нет не дискуссия вы вопрос получен был спасибо и значит вот следующий Чистолинов пожалуйста Андрей Андрей включайте этот самый микрофон и задавайте свой вопрос так слышно меня да да слышно алло а Виктор у меня такой вопрос 22 слайдик можно вот там где графики у вас вот это да 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 вот это а значит у вас получаются однополярные импульсы да я правильно понимаю такие ну да вот в этих генераторах то есть вращение направление вращения вектора поттинга оно создается постоянной составляющей поэтому да вот такой вопрос а вот как бы вы не пробовали там ну частоту как-то варьировать может быть просто постоянное напряжение подавать ну это очень это очень хороший вопрос и непростой то есть на самом деле мы использовали несколько генераторов вот с разными параметрами сигнала и вот работает только то что я вам показал другие эти эффекты не воспроизводят вы хотите сказать что на другой частоте не получается то есть вот этот эффект он оказывается селективным то есть надо эту частоту подбирать это целая история а форма сигнала ну форма сигнала вот которая здесь она большого смысла не имеет это ну вот это делал не я делал другой электронщик ну просто вот некие нелинейные эффекты остались поэтому да я помню но и ключевой вопрос а вы как-то это публиковать вот где-то собираетесь или может опубликовано уже нет ну есть статья да если интересно я могу опубликовано опубликовано и та и другая они опубликованы из центрифога и это я понял ну вот 2% изменения на 2% скорости распада в общем заявка на Нобелевскую премию так что ну я как-то это надо в хорошем месте публиковать я я как-то про Нобелевскую стараюсь не думать это уже это уже дискуссия о деньгах мы тут этого мы этим не интересуемся здесь спасибо ответ получен Сурнин задает вопрос ну этот вопрос не только к автору доклада а ко всем и мне кажется у Баранова это тоже в вопросе состояло содержалось не кажется ли что ваши экспериментальные работы требуют более глубокой теоретической базы потому что в рамках электромагнетизма ну когда по тому же самому анекдоту один человек знал что такое электрический ток и тот забыл так но такая ситуация вообще с электромагнетизмом в более широком плане не кажется ли вам что действительно нужно переходить на другой уровень базы потому что ведь что-то как говорится передается нестандартным образом у вас и что-то воздействует и когда вы не имеете вот этой концепции ну тогда получается в общем-то это как бы ну извините я не оцениваю сами результаты вот здесь даже говорили про Нобелевскую там и так далее а что ну нет вот такого как говорится фундамента правильного для осмысления у вас неискально я с вами совершенно согласен и мы вот пытаемся какие-то вести диалоги с теоретиками ну и сами думаем вот ну пока чего-то окончательного нет но я с вами согласен да спасибо спасибо ответ получен ну вопросов нет вот может быть кто-то хочет высказаться но были такие довольно развернутые вопросы очень интересные и я вижу что высказаться отдельно специально никто не хочет к тому же время к двум часам уже приблизилось по сути дела поэтому позвольте я а нет вот Евдокимов хочет высказаться ну вот один человек высказаться спасибо Юрий включите микрофон Юрий включите микрофон вы микрофон не включили большое большое спасибо докладчик очень интересный доклад но если говорить о флуктуациях то это очень интересный метод изучения система любая старается быть ну таком равновесном положении но когда он под каким-то либо причинам отклоняется то причина обычно идет очень глубоко вглубь то есть система иерархии от плантового уровня до атомного выше 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 все эти системы связаны нелинейными уравнениями поэтому колебания на самом нижнем квантом уровне привод колебания более высокого уровня и так далее и так далее и на доколебании флуктуация отклонения от равновесного положения и макросистем больших я просто приведу пример вот возьмете монету скажем весом 10 грамм приклеим туда грузик скажем 1 миллиграмм то есть 10 тысяч раз меньше чем возмущающих фактор и начнем бросать монету скажем миллион раз и мы обязательно обнаружим вот это отклонение от равновесия то есть вероятность не 0,5 будет а отклонится в какую-то сторону то есть можно таким образом откалибровать и извешивать эту маленькую массу поклонений к монете то же самое опыт который здесь показывают очевидно очень слабые малые факторы можно вытащить через статистику и их по сути коричневно ценить большое спасибо спасибо за комментарий вот ну и позвольте я тоже пару слов хочу сказать значит вот ну во-первых как я и предупреждал то автор вот Виктор Анатольевич Почелюга он ну с большим трудом вот так так и не смог по сути дела рассказать какой объект он изучает вот изучает некоторый математический нюанс и это вот действительно такой такая система какая-то взглядов на мир она чем-то мне инштейнианство напоминает как-то с другой стороны когда инштейн сказал да нет ничего там кроме пространства и времени вы там даже и не ищите что что-то там будет так сказать двигаться между скажем там предметами при взаимодействии здесь примерно такой же подход в каком-то смысле но он но он имеет право на существование и мы должны это уважать и результаты безусловно какие-то есть ну вот два обстоятельства хочу отметить ну во-первых очень интересная вещь мне мысль пришла в голову вот мы вот в квантовой механике все знают но все мы знаем что одновременное измерение там двух двух каких-то величин связанных например скорости или импульса и пространственное положение частицы практически невозможно только в каких-то пределах вот такого же соотношения относительно крупногабаритных крупных макроскопических тел не существует как дум как думалось но вот здесь возможно возможно мы видим вот некий пример когда когда детектор вот детектором является детектором является ну например вот этот пи-генератор пи-генератор о котором вектор поинтинга там вращается кстати могу сказать что момент импульс импульс электромагнитного поля только одно из выражений которое было предложено вот е на h а на самом деле можно таких выражений написать множество так вот влияние влияние пи-генератора автор думает что он изучает влияние пи-генератора на тест-систему как он говорит а возможно обратное влияние тест-системы на свойства пи-генератора и по сути дела изучается совместное свойства системы пи-генератор плюс вот этот вот детектор. И вот эта совместная система проявляет в макроскопическом таком, как ни странно, виде, тоже макроскопические системы проявляют вот такое свойство связанности и источника, и детектора. Это домосел, но хотелось бы, может быть, в каких-то дальнейших экспериментах можно было это проверить. Не только здесь, потому что мы все так пользуемся. У нас всегда есть детектор и у нас всегда есть источник возмущения. И еще одну вещь хотел сказать, что вот мы все, и вот последний вопрос особенно это подчеркнул, что мы все, вот я в частности, мы настроены на то, чтобы развивать физические модели. То есть ввести какие-то физические параметры, как мы их называем, как-то их связать друг с другом, вот как-то пронаблюдать, как они друг на друга влияют. То есть написать, ну, некую модель, как мы говорим, ее можно назвать физической моделью, и ее приложить вот к исследуемому этому, значит, вот устройству. А вот Панчелюга уже многие годы делает совершенно по-другому. Он модель совершенно не собирается строить, и вообще ее не строит. А он занимается анализом сигнала поступающего и сигнала результирующего, и их сопоставления. А что между источником возмущения и между детектором располагается, его, в общем-то, не очень-то интересует. И я бы сказал так, что это можно назвать статистическая физика. Если я про себя, например, говорил, что это, возможно, такая физическая физика, то Панчелюга занимается статистической физикой. Она достойна всяческого уважения, и ну, вот такой метод статистических исследований. И мы, я должен сказать, вот многие здесь участвующие, не очень-то придерживаемся настоящей статистической обработки данных. Хотя у нас этих данных огромное количество. Вот у нас сейчас в лаборатории. Но мы почему-то статистическую обработку отодвигаем, отодвигаем и этим не занимаемся. А это, тем не менее, очень интересно. На этом как бы доклад закончен, и у меня объявление о следующем вебинаре. Следующий вебинар будет через неделю. Но я об этом буду вывешивать информацию в интернете, рассылать всем участникам. Это будет доклад отжигалово относительно обзора российских и зарубежных работ, связанных с регистрацией неизвестного излучения, треков неизвестного излучения в первую очередь. Треков неизвестного излучения. Но этот вебинар будет иметь интересную особенность. Я уезжаю в отпуск в Турцию и оттуда буду организовывать вот этот вебинар. И вот мы посмотрим вот эта система Zoom. Она в таком вот странном режиме может работать? Я подозреваю, что может. И тогда мы совсем будем к месту не привязаны. И это будет очень здорово. Таким образом, друзья, на этом мы заканчиваем до следующей среды, которая будет 17 марта. И я надеюсь, почти все из вас будут присутствовать на следующем заседании. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok